Дамы и господа, любимец публики, половинь фортуны, человек праздник Михаил Борисов! Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемый «Голос свыше!» Я приглашаю в студию моих блистательных соведущих Ириду Хусаинову, Инну Воронину! Добрый день! Здравствуйте! Друзья, с каждой программой, как правило, отмечаем какой-нибудь праздник. А сегодня у нас особая программа и особенный праздник. И потому, Михаил Борисович, разрешите, мы озвучим название сегодняшней программы, объявим мы, точнее. Давайте. Дорогие друзья, 8 февраля произошло знаменательное событие. И сегодня в программе мы отмечаем значимую дату. Юбилей нашего дорогого, любимого учителя. Послуженного деятеля искусства Российской Федерации, лауреата премия Российской Федерации в образе культуры, профессора за кафедрой режиссуры театрального искусства имени Бориса Щукина, заведующего кафедра и здравоискусства ГИТИСа, артиста театра и кино, бессменного ведущего и родоначальника русского ЛАТО, Михаила Бориса. Дорогой наш, обожаемый, с днём рождения! С днём рождения! Спасибо! Оттельно же желаем вам долгих лет творческих побед, успехов и, конечно же, счастья. В поздравлении он присоединяется и наш информационный центр, который чётко следит за данными сегодняшней тиражей. Праздничную атмосферу в студии создают студенты ГИТИСа и театрального института имени Щукина, имеющие непосредственное отношение к Михаилу Борисовичу Борисовичу. А РИК в сегодняшней праздничной программе поддерживает самый модный электронный проект современности – Блэк Купра! Спасибо, дорогие друзья, спасибо! Ну, а я, в свою очередь, желаю удачи и везения всем участникам сегодняшних лотерей, потому что у нас... Выигрываю! Сегодня в русском лото и золотой подкове будет разыгрываться 626 миллионов 346 тысяч 944 рубля. В моей жизни есть три большие страсти. Это, конечно, моя семья, театр и... Московский Спартак! 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 И для меня огромное счастье объявить сегодняшний состав нашей тиражной комиссии легендарный футболист, бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года в Англии. Единственный грузин на белом свете, бронзовый призер Чемпионата мира! Чемпион СССР, вратарь сборной СССР и московского Спартака Адзор Кавадашвили! Браво, Антон! Советский и российский футболист, девятикратный чемпион России в составе московского Спартака. Легендарный защитник красно-белых Дмитрий Анонко! Браво, Дима! Легендарный нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» и сборной СССР. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР. А сейчас член правления ночной хоккейной лиги Александр Кожевников! Браво, Санкар! И с не меньшей радостью и гордостью я приветствую в нашей студии, в нашей программе особенных моих гостей, моих бывших и нынешних учеников, а у экрана телевизоров, надеюсь, будущих своих учеников. Есть ученики, поступившие в учебное заведение, ну, как положено, из абитуриентов. Ну, я хочу представить вам еще одного ученика. Он поступил ко мне прямо из родильного дома. Поэт и сценарист мой сын Вениамин Борисов. Привет! Ну, во-первых, пап, я хочу при всей стране поздравить тебя с юбилеем и пожелать, чтобы то добро и то счастье, которое ты подарил нашим жителям за все эти годы, чтобы оно умножилось и вернулось к тебе, как любое доброе дело. Поздравляю тебя! Спасибо! Ну, а ты готов открыть нашу программу? Естественно! Ну, прекрасно! Мы начинаем! У-у-у! Сегодня в 1270-м тираже русского лото мы разыграем для вас много денежных призов, главный из которых 10 миллионов рублей. Приз второго тура. Мишке останется в три бочонка, значит, победителей будет больше. Ну, Вень, я тебе правила объяснять не буду, ты их знаешь с детства. Ну, а почему вращать сегодня в штурвал придется тебе первый раз в своей жизни? Я на себя беру мешок, подставляю его, будем ловить бочонки. Итак, удачи всем, кто играет в русское лото! Призовой фонд 1270-го тиража составляет 129 миллионов 666 тысяч 525 рублей. Гарантированный джекпот сегодняшнего и всех февральских тиражей 500 миллионов рублей! Мультимиллионером может стать каждый! С подробными правилами русского лото можете ознакомиться на лотерейных билетах и на сайте 100loto.ru Я перемешаю бочонки в мешке. Вот так, представляешь, как папе трудно, а? Ну, а ты скажи что-нибудь на удачу для тех, кто сегодня играет в русское лото. Так как, как известно, новичкам везет, сегодня я тащу бочонки, помогаю первый раз. Поэтому сегодня, я уверен, многим будет сопутствовать удача. Ловись, ловись, рыбка большая и маленькая. Ну что ж, давай первый бочонок ты вытащишь сам. Обратите внимание на это совпадение. 1270-й тираж русского лото! Призовой фонд первого тура русского лото составляет 420 тысяч рублей. Осталось пожелать вам удачи. Вот оно, почетное право. Номер 37. Номер 37. Ну, а теперь мы меняемся местами и продолжаем игру. Номер 38. Следом за своим сыном. Ну, признайся, номер 25. Тебе никогда не мешало в детстве, что твоего папу ты чаще видишь на экране телевизора, чем дома? Ну, безусловно, конечно, влекло это за собой какие-то сложности, странные ситуации, но это мелочь. В основном это помогало и вдохновляло. Так что, никакой проблемы. Номер 60. Пройденный этап. Скажи мне. Ну, а вот, когда мы на улице часто встречали людей, которые подходили и говорили, «Ой, здрасте, я у вас микроволновку выиграл». Ты понимал, что это такое и почему так происходит? Я испытывал испуг, потому что, конечно, когда твоему папе каждый день подходят на парковках, на кассе, в магазине и лезут, извините за выражение, с какими-то предложениями, это страшновато. Но потом я понял, что это в почет и уважение. Номер 75. Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Итак, может разрешиться судьба приза первого тура номер 35. Продолжаем игру. Продолжаем игру. Номер 22. Дзюба. Игра продолжается. Номер 40. Алибаба. Стоп игра. Стоп игра. В первом туре русского лото выиграли сразу 7 билетов. Выигрыш составил 60 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем нашим билетом. Мы поздравляем, поздравляем победителей. Я объявляю начало второго тура. Во втором туре мы разыграем главный приз. 10 миллионов рублей. Перемешаем. Давай, Веня, поехали. Ты недавно сам попробовал на вкус работу телеведущего. Номер 85. Ну и как? Ну, мне понравилось. Я бы хотел продолжить. Ну, а телезрителям как? Номер 68. Точка внизу. Гневных отзывов не было. И раз я стою в кадре, есть шансы. Шансы есть. Номер 62. Ну что, будем конкурировать? Нет, это будет семейный подряд. Номер 45. Номер 45. Баба Ягинская, опять? С таким партнером это только удовольствие. Спасибо, сынок, спасибо. Номер 66. Валенки. Номер 14. Внимание. У нас еще... Следующий ход 15. И прямо сейчас может быть разыгран гарантированный джекпот русского лото, который составляет 500 миллионов рублей. Итак, номер 30. Гарантированный джекпот русского лото сегодня не разыгран. Не разыгран. Его призовый фонд переходит в следующий тираж, а мы продолжаем второй тур. Продолжаем второй тур. Номер 34. Напомни-ка мне и телезрителям. Ты помнишь, как началась телевизионная карьера твоего отца? Номер 64. Ну, я думаю, что ты красочнее об этом расскажешь. Я-то помню. Это было очень давно, и те, кто думают, что это началось в этой программе, они заблуждаются. Да, я вышел на телеэкран в 12 лет. Номер 24. Ну, а в 24 года был звездой того самого КВНа, который доисторического КВНа. Номер 70. Теперь мы можем сказать, что 24 года в этой программе работает твой папа. Номер 44. Номер 36. Ну, ты же еще начинал в кино, у тебя была роль. Номер 46. Ну, ролей в кино было много. Я совсем юношеская. Юношеская, да. Я играл в телевизионном фильме номер 10. Интересно будет, Антон Амберкович. Я играл в телевизионном фильме маленьким мальчиком. Мальчишку, который спас немецкого солдата-коммуниста во время Великой Отечественной войны, совершил подвиг. Номер 7. Вот такая у меня была первая роль. Мне кажется, что Дмитрию Ананко будет интересно, как звали твоего героя. Номер 88. Его звали Титок. Ну, практически Титов. А, ну, Титов, да. Один из партнеров Дмитрия Ананко. Номер 79. Золото. Так что на телевидении я уже 50 лет. Номер 43. Сталинград. Номер 56. Ну, а ты мне скажи, вот, ты пишешь стихи, у тебя несколько книг уже вышло. Номер 77. А вот напомни теперь ты мне, как ты начал писать стихи, с чего все началось в детстве. Номер 8. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Это началось и, как всегда, сразу кончилось. Итак, предвыигрышная ситуация. Внимание. Номер 51. Великолепная пятерка и вратарь. Это уже к Александру Кожевникову. Номер 49. Ну, ответь. Это началось с твоей легкой руки, потому что ты играл со мной в игру под названием «Рифма» в детстве. Да. Твой папа не любил бегать и прыгать вместе с ребенком. Поэтому я придумал игру спокойную, тихую, сидячую. В рифму. Я говорю слово, он отвечает в рифму. Номер 67. Ну, например. Я не знаю. Спартак. Ну, красно-белый флаг, конечно. Номер 47. Тоже вот привил любовь к красно-белому. Давайте лучше Спартак. Чемпион, да будет так. Номер 21. Неплохая кричалка. Номер 86. Стоп игра! Стоп игра! Итак, во втором туре русского лотон выиграл один билет, приобретенный в Удмуртской республике. Вы выиграли 10 миллионов рублей. Юбилея Михаила Борисовича, а миллионерам станет... Мы поздравляем. Поздравляем нового мультимиллионера. Это прекрасно. Ну что, спасибо тебе. Мы тебя не отпускаем. Пока займем место в студии. Ты нам еще сегодня пригодишься. Спасибо вам. Спасибо, Судок. Мне было очень приятно. Взаимно. Юбилеем. Мы переходим в третий тур. С третьего тура мы начинаем разыгрывать 20 призов по 200 тысяч рублей. Я перемешиваю бочонки в мешке. И с удовольствием приглашаю на площадку еще одну мою ученицу. Сегодня она впервые пришла в нашу передачу в «Русское лапео». Хотя поступила ко мне на курс театральной ученищей Мищукина 18 лет назад. Актриса Московского художественного театра, звезда отечественного кино и телевидения, выпускница моего курса 2005 года, Светлана Калфакова. Актриса Московского художественного театра «Русское лапео» С юбилеем. Спасибо. Спасибо. Я, с вашего позволения, украшу наш игровой снаряд. А вы украсите нашу передачу, Светлана. Здравствуйте. Вот это мешок. Вы будете его держать. Да? Да. Мы можем начинать третий тур. Мы можем начинать третий тур «Русского лапао», в котором с удовольствием разыграем призы по 200 тысяч рублей. Прекрасно. Поехали. Итак, вчера номер 28. Мы виделись всем курсом. Да. Практически все ребята работают в московских театрах. И в театре «Ленком», и в Афгатии, в Ахтанговском театре. Ну, это, естественно, и снимается в кино. Светлана Хоченкова, Твоя Сокурская. Вот это женская конкуренция, да? Ай-яй-яй, как они хорошо. Номер 65. Нет, они по-настоящему любят и дружат ребята нашего курса. Скажи, твой педагог Борисов, у него какие были недостатки? Только честно скажи, вот честно. Одни сплошные достоинства. Ну, перестань, номер 48. Ну, половину комплиментов просим, ну, перестань. Ну, были же какие-то вот вещи, которые, ну, что-то было не так. Нет, Николай Борисович, нет, нет, все справедливо. Все было так. Вы наш гуру, вы наш любимый художественный руководитель. Номер 73. Светик, я помню, когда ты поступала, да и когда ты училась, это была самая растянутая девушка. Батман до, просто до затылка. Ну, а чем ты занималась до поступления в театральное училище в детстве? Номер 5. Ну, я с самого детства танцевала профессионально, можно так сказать. Номер 18. Сначала в детском ансамбле имени Локтева, а потом поступила в школу-студию мне Пятницкого. Номер 11. Так что я артистка народного танца. Скажи мне, ну, раньше ты не откликалась на просьбу спеть, а теперь ты поешь в Амхате. Я был на спектакле номер 19. Ну, объективно, ты поешь лучше все. Ну, пусть меня порвут на части артисты Амхата. Ой, спасибо. Ну, как это произошло? Номер 13. Ну, я поняла, где у меня слабые места и на чем нужно работать. Номер 72. И стала заниматься с педагогом и не с одним вокалом для того, чтобы... Прекрасно. Номер 16. Для того, чтобы в спектакле вживую петь. Ну, я помню, как ты прекрасно играла в спектакле, в дипломном спектакле. Доходное место номер 29. Режиссером, которого были вы, Милова. Да, мы были режиссером, точно. Номер 3. Блестяще. Два театра соревновались между собой, чтобы пригласить Светлану к себе. Театр Вахтанговый и Московский художественный театр. Не два, а три. Номер 78. Еще театр Маяковского. Могла бы промолчать по струбности. Номер 2. А вот кто надоумил тебя поступать в Чукинское училище? Номер 55. Я пошла туда с легкой руки моей мамы. Да. Номер 63. Скажи, а вот я помню, мне один из педагогов рассказывал, но 57. Какая-то была забавная история при поступлении. Ты что-то читала, но это было без меня, потому что ты был на первом туре. Да. Номер 20 ровно. Я решила подобрать. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. И сложилась драматическая ситуация в жизни поступающей артистки. Ну скажи, как это было. Ну, я подготовила себе достаточно комедийную программу, как чувствовала по нутру. Да. Ну, решила разбавить ее лирическим стихотворением Анны Ахматовой песни «Последняя встреча». И первые строки такие. Так беспомощно грудь холодела. Я иллюстрировала, доказалась до груди. А комиссия смеялась. Да. И потом я спросила, а что же здесь смешного? И один из педагогов, Юрий Немич Лыков, сказал, «Колпакова, ты грудь свою видела?» Да. Кстати, ну, хорошо, отпусти мешок, давай посмотрим. А-а, пожалуйста. Да, ну, в общем, мне кажется, вполне достойно аплодисментов, то, что сейчас мы видим. Бери опять мешок. Итак, внимание. Предвыигрышная ситуация сложилась. И попробуем ее разрешить в номер 80. Бабушка. Продолжаем игру. Номер 59. Игра продолжается. Номер 83. Продолжаем. Номер 90. Дедушка. Стоп игра. Дедушка все решил. Стоп игра. В третьем туре «Русского лото» выиграл один билет, приобретенный в Башкортостане. Ваш выигрыш 200 тысяч рублей. Мы рады за вас. Поздравляем. 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 А мы переходим в четвертый тур «Русского лото». И продолжаем разыгрывать призы по 200 тысяч рублей. Номер 89. Выиграл один билет, приобретенный в Краснодарском крае. Ваш выигрыш 200 тысяч рублей. Удачи на ваших краях. Прекрасно. Прекрасно. Номер 31. Игра продолжается. Номер 71. Выиграл один билет, приобретенный в Амурской области. Вы выиграли 200 тысяч рублей. Поздравляем победителя. АПЛОДИСМЕНТЫ. Номер 58. Выиграли 6 билетов. Каждый из вас выиграл по 200 тысяч рублей. Отлично. Поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 Номер 74. Оставшиеся 8 призов по 200 тысяч рублей поделили между собой сразу 9 билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 177 тысяч 777 рублей. Отличный выбор. Сегодня было разыграно 20 призов по 200 тысяч рублей. Мы тебя далеко не отпускаем. Я прошу тебя занять место в студии. В двух словах. Есть мечта, есть роль. Конечно, но это секрет. Секрет. Но есть надежда на ее реализацию? Конечно. Вот с этим я тебя и отпускаю. Спасибо за поздравление. Светлана Колпакова. АПЛОДИСМЕНТЫ. А сейчас наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд сегодняшнего тиража. И я приглашаю на площадку еще одних своих учеников. Они мне дороги тем, что в нашем с ними сотрудничестве сошлись и спорт, и театр. Встречаем двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы по латиноамериканскому секвену Арсен Агамалян, Оксана Васильева. АПЛОДИСМЕНТЫ. С днем рождения, дорогой наш Михаил Борисович. Долгих вам лет жизни, и чтобы они все были наполнены творчеством, дорогой наш. Спасибо большое. Я приглашаю вас к нашему столу. Пока к игровому. Ну, давайте. Ну, я думаю, что Оксана будет, да? Посередине, конечно. Да, держу смешок. Да, очень хорошо. Поехали. Номер сорок, да. Что же это такое латиноамериканский секвей? Латиноамериканский секвей, но на русском это... Номер пятьдесят три. Да, на русском, конечно, это латиноамериканское шоу. Секвей это... С английского мы переводим слово секвей как секвейнс, последовательность. Номер восемь семь. И последовательность чего? Это пять латиноамериканских танцев. Мне кажется, это ваши любимые танцы. Самба, ча-ча-ча, румба, пасадоба или джайб. Номер семнадцать. Мы используем эти пять танцев, мы создаем сюжет, используя хореографию. Это шоу-танец. Блестящая совершенно композиция. Номер семьдесят шесть. Ну, Арсен заканчивал у меня режиссерскую группу. Ну, это помогает как-то тебе в работе? Михаил Борисович, ну, мы стали двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы. Номер пятнадцать. Если я буду рассказывать, как нам помогает это в работе, это отдельная передача, Михаил Борисович. А что, вы уже давно заслужили отдельную передачу. Номер девять. Мы не против. У вас совсем недавно, ну, два года назад, молодая мама родился сын. И я хочу спросить Оксану, как она смогла так быстро восстановить свою спортивную и танцевальную форму. Номер двадцать шесть. На самом деле мы просто не знали, будем продолжать заниматься танцами, либо нет. И поэтому мне пришлось держать себя в форме даже во время беременности. Номер тридцать три. А уже после беременности, после рождения Гарика, так зовут нашего сына, мы быстро, где-то через месяц два приступили к занятиям. И вот, вуаля. Уже. Я видел Гарика. Дедушка очень доволен внуком. Номер шестьдесят девять. У вас золото. У вас просто золото. Золото России, золото Европы, золото мира. Ну, и что помогает вам завоевывать все эти награды? Ну, кто помогает, я уже молчу. Номер восемьдесят два. Я должен это сказать, на самом деле, конечно же, нам это главный секрет, главное секретное оружие сейчас достает бочонки. Номер шесть, точка внизу. Да. Латиноамериканский секрет. Да, Михаил Борисович Борисов. Да, да. Латиноамериканский секрет наш. Номер тридцать два. Мы сотрудничаем уже много лет. И совсем недавно в Твери, в Плевском академическом театре, вышел спектакль, где Арсен и Оксана танцуют. Арсен читает стихи. Это удивительное сочетание поэзии и танца. Номер пятьдесят. Когда мы это увидим в Москве? Михаил Борисович, я очень надеюсь, что это, возможно, мы увидим... Номер пятьдесят два. Достаточно скоро, но пока мы работаем в Твери, потому что на год у нас заключен контракт, и мы показываем это в Тверском драматическом театре. Номер шестьдесят один. И приглашаем всех, конечно, туда. А чего до Твери тут час езды? Час, да, это правда. Поэтому ждем всех. Номер четыре. Номер четыре. Номер восемьдесят четыре. Мы на финишной прямой. И кто в вашем дуэте руководитель, лидер, я не спрашиваю. Оксана, твоя функция какова все-таки? Стабилизировать этот ураган. Вот этот вот ураган, который рядом. Я думаю, что... Номер один. Мне кажется, направлять. Направлять. Правильное русло. Это мудрость. Мудрость женская только может. Номер пятьдесят четыре. Внимание. Внимание. Следующий ход последний. Мы меняемся местами для того, чтобы Оксана могла сама своей рукой завершить сегодняшний тираж. Я прошу тебя это сделать. Номер двадцать три. Номер двадцать три. Два притоп, три притопа. Топ игра. Танец. Это был последний ход сегодняшнего тиража «Русского лото». Давайте посмотрим, что у нас осталось в мешке после окончания игры. Оксана, проверь, пуст ли наш игровой мешок. Арсен, проверь потом Оксану, проверила ли она правильно. Номер... Мешок пуст? Пуст. Прекрасно. Номер двадцать семь. Номер тридцать девять. И номер восемьдесят один. Эти три номера остались в мешке после окончания игры. Их зачеркивать не надо. Если в игровой сетке вашего билета нет ни одного из этих трёх номеров, это означает, что ваш билет... Выиграл! Уважаемые участники «Русского лото», сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму. Внимание! Девяносто шесть миллионов шестьсот сорок четыре тысячи девятьсот семь рублей. В том числе главный приз. Десять миллионов рублей. Выигравших сегодня пятьсот одиннадцать тысяч. Двести девяносто три билета. Тысяча двести семидесятый тираж «Русского лото» завершён. В следующем. В тысяча двести семьдесят первом тираже «Русского лото» мы разыграем для вас сто романтических путешествий и множество денежных призов. Подарите своим любимым билеты «Русское лото» на день всех влюблённых и выигрывайте романтические путешествия. Гарантированный джекпот следующего и всех февральских тиражей пятьсот миллионов рублей. Дорогие друзья, скоро мы будем отмечать День защитника Отечества. К 23 февраля. Впервые в «Русском лото» подарки всем участникам лотереи. А также в розыгрыше. Семьдесят автомобилей и много денежных призов. Если гарантированный джекпот пятьсот миллионов рублей не будет разыгран, то его часть будет распределена между всеми победителями тиража. В этом случае в мешке останется два бочонка. Выиграет каждый второй билет. С подробными условиями акции вы можете ознакомиться на сайте 100loto.ru Уважаемая тиражная комиссия, нет ли у вас замечаний по сегодняшнему тиражу русского лото? Заслуженный мастер спорта СССР, футболист, вратарь Анзор Ковазашвили. По-русскому лото замечаний нет. Прекрасно. Анзор, с вами у меня связано множество воспоминаний. Я помню тот замечательный матч 1969 года в Киеве, когда Спартак выиграл 1-0 и заголовок в советском спорте. Кликует форвард на бегу, Коля Осянин забил гол и Спартак стал чемпионом. Помните эту игру? Я очень хорошо эту игру помню. И особенно то, что мы после этого выигрыша гегемонию киевского «Динамо» убрали надолго и стали чемпионами Советского Союза. Спартак чемпион! Спасибо, Анзор Амбергович. Ну а наша программа держит путь к лотерею «Золотая подкова». Вас также ждет сюрприз от наших гостей. Еще много, много интересного. А сейчас остановка на рекламу. Реклама на канале НТВ. Оставайтесь с нами! Мы начинаем 180-й тираж лотерей «Золотая подкова». Призовой фонд сегодняшнего тиража составляет 21 миллион двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей. Гарантированный суперприз – десять миллионов рублей. Дорогие друзья, сегодня в «Золотой подкове» мы разыграем для вас 50 ноутбуков и множество денежных призов. Но это еще не все. Вас ждет специальная акция – розыгрыш первых 15 подарочных сертификатов на покупку ювелирных украшений. Победителей определит генератор случайных чисел. А каждый участник акции может получить в подарок талисман на удачу «Серебряный кулон». Ну что же, остается пожелать вам только удачи. С первого тура мы начинаем разыгрывать 50 ноутбуков. Запускаем лототрон. Ждем первый шар. Пять. Отличное начало. Пятьдесят пять. Двадцать три. Двадцать пять. Внимание. Следующий ход пятый. Дорогие друзья, прямо сейчас у вас есть шанс выиграть гарантированный супер-приз лотереи «Золотая подкова», которая составляет 10 миллионов рублей. Вдем следующий шар и желаем удачи. Сорок девять. Гарантированный супер-приз сегодня не разыгран. Его призовой фон переходит в следующий тираж, а мы продолжаем первый тур. Отлично. Продолжаем. 51. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп игра! В первом туре лотереи «Золотая подкова» выиграл один билет, приобретенный в Ставропольском крае. Вы выиграли ноутбук. Так удачи на вашей стороне. Поздравляем! Во втором туре мы продолжаем разыгрывать ноутбуки. Запускаем алтатрон. 84. 69. 76. 42. 36. 72. 90. 28. 70. 86. 41. 30. 27. 62. 32. 32. 32. 32. 32. 75. 85. 86. 56. 89. 69. 69. 19. 64. 64. 14. 51. 52. 49. 52. 52. 55. 50. 55. 66. СИШа. 78. 43. 47. Стоп игра! Во втором туре лотерей «Золотая подкоба» выиграл один билет, приобретенный в Нижегородской области. Отличная новость. Вы стали обладателем ноутбука. Поздравляем вас. Радуемся вместе с вами. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать ноутбуки. Запускаем алтатрон. 20. 38. 61. 51. 57. 22. 35. 67. 44. Пятьдесят. Двадцать один. Тринадцать. Тридцать три. Шестнадцать. Шестьдесят три. Восемьдесят. Сорок восемь. Восемнадцать. Шестьдесят пять. Пятнадцать. Восемьдесят семь. Шестьдесят шесть. Сорок пять. Пятьдесят девять. Семьдесят четыре. Восемьдесят два. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Что ж, замечательно. Ждем победителя или победителей. И, конечно, следующий шар. Пятьдесят восемь. Один. Восемьдесят восемь. Восемьдесят восемь. Стоп игра. Определился победитель третьего тура. Он приобрел свой билет в Московской области и выиграл ноутбук. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Мы приступаем к четвертому туру. И запускаем алтатрон. Два. Выиграли два билета. Ноутбук на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей. Присоединяюсь к поздравлениям. Ждем следующий шар. Двадцать девять. Выиграли три билета. Выигрыш ноутбук на каждый выигравший билет. Отлично. Поздравляем. Пятьдесят три. Выиграли четыре билета. Каждый из вас стал обладателем ноутбука. Замечательно. Следующий шар. Одиннадцать. Выиграли одиннадцать билетов. Выигрыш ноутбук на каждый выигравший билет. Праздник у нас о подарке вам. Восемьдесят три. Выиграли девять билетов. Выигрыш ноутбук на каждый выигравший билет. Поздравляем. Здорово. Поздравляем. Шестьдесят. Стоимость оставшихся восемнадцати ноутбуков поделили с собой сразу двадцать два билета. Таким образом, каждый из вас выиграл по сорок тысяч девятьсот девять рублей. Отличный выигрыш. Поздравляем вас. Сегодня в золотой подкове было разыграно пятьдесят ноутбуков. И мы приступаем к розыгрышу оставшегося денежного призового фонда. Размер выигрыша вы сможете видеть на своих экранах. А мы ждем следующий шар. Тридцать семь. Двадцать шесть. Тридцать два. Тридцать два. Три. Семьдесят девять. Тридцать четыре. 6 17 24 73 10 71 81 9 85 77 Стоп игра! Это был последний ход 180-го тиража лотереи «Золотая подкова». В «Лутатроне» осталось всего три шара. Это номера 7, 31, 52. Эти номера в своих билетах зачеркивать не нужно. Если их нет в ваших билетах, прекрасно, потому что это означает, что вы выиграли! Но это еще не все. Сегодня в «Золотой подкове» мы проводим специальную акцию. Розыгрыш первых 15 подарочных сертификатов на покупку ювелирных украшений. Генератор случайных чисел определил победителей. Внимание на экран. Мы поздравляем победителей, а я объявляю результаты сегодняшнего тиража. Уважаемые участники лотереи «Золотая подкова», сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму 19 702 037 рублей, выигравших сегодня 125 376 билетов. 180-й тираж лотереи «Золотая подкова» завершен. Гарантированный суперприз следующего тиража – 10 миллионов рублей. Дорогие друзья, в следующем 181-м тираже «Золотой подковы» мы разыграем для вас 100 призов по 50 тысяч рублей. Другие денежные призы. Но это еще не все. Мы завершим акцию с розыгрышем подарочных сертификатов на покупку ювелирных украшений. А каждый участник акции может получить в подарок талисман на удачу – серебряный кулон. С подробными условиями акции вы можете ознакомиться на сайте 100loto.ru. Выигрывайте вместе с нами, и пусть «Золотая подкова» принесет вам удачу. Сегодня в двух лотерее выиграло 636 669 билетов. Уважаемая тиражная комиссия, прошу вас подвести итоги сегодняшних тиражей. Советский и российский футболист, обладатель 9 золотых медалей, легендарный защитник «Спартака» Дмитрий Ананко. Пожалуйста. В тиражной комиссии нарушение не зафиксировано, что отображено в нашем протоколе. А у меня вопрос, у меня вопрос к Дмитрию. Дима, твой рекорд стать девятикратным чемпионом России за 10 лет в составе одной и той же команды – это недостижимая вершина, и я просто даже не могу понять, когда и кем будет этот рекорд перекрыт. И все-таки, какая из девяти медалей золотых для тебя самая дорогая? Вот я загадал. Михаил Борисович, ну я думаю, что 96-й год. Все-таки, да. Да! Потому что, все вы помните, 95-й год, да, 66-й, когда «Спартак» в Лиге чемпионов выиграл, было изменение, да, в составе, смена поколений, много чего, средний возраст. Если бы не Горлукович, там был, по-моему, 21 год. Ну, мало кто нас верил, но мы все-таки дошли до золотого матча и в очной встрече победили. Я думаю, что красно-белый Питер мы тогда увидели, да, и вот это осталось. Незабываемое впечатление. Спасибо большое. И вопрос к Александру Викторовичу. Александр Викторович, вы всю жизнь в хоккее, с 15 лет, 10 лет за «Спартак» играли. Потрясающие достижения. Вы играли и в нашей стране, и в Швейцарии. Скажите, как вы оцениваете наше сегодняшнее положение в хоккее? Мы все-таки на взлет идем? Ну, с колен поднялись, по крайней мере, это точно. Если выиграли Олимпиаду, пускай много разговоров было, но выиграли Олимпиаду, это уже плюс, да, и дает приток молодежи в детско-спортивные школы, да, и гордость, и, значит, будет продвижение, будет жить. Спасибо. Спасибо, Александр Викторович. Ну, а в нашей программе, как во всяком футбольном и хоккейном матче, бывают перерывы, и у нас перерыв на короткую рекламу на канале НТВ. Не переключайтесь. Спасибо. 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 Спасибо, дорогие мои. А я приглашаю сюда на эту сцену своих любимых спартаковцев. Дорогие мои, разрешите пожать вам руку. Спасибо. Спасибо. Это большая честь для меня сегодня. здоровья, 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 счастья, любви и молодости на долгие годы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Борисович, разрешите от хоккейного клуба «Спартак» поздравить вас с юбилеем, с замечательным юбилеем. Вы настоящий «Спартаковец». Благодарим вас за преданность этому родному ромбику, клубу, который, ну, наверное, самый популярный в стране, да? Ну, сейчас немножко уменьшилась, конечно, любовь. Ну, «Спартак» есть «Спартак», даже слов не надо говорить, да? Счастья, здоровья, благополучия, творческих успехов, радости в жизни, чтобы вам всегда доставляло удовольствие работать и доставлять нам удовольствие смотреть на вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо. Передушите подарить вам хоккейную «Спартаковскую» майку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ «Спартак» – чемпион! «Спартак» – чемпион! «Спартак» – чемпион! «Спартак»! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, мои дорогие! Спасибо! Дорогие друзья! Благодаря «Русскому Лото» я регулярно общаюсь с людьми, которые выигрывают. Они счастливы, они заряжают нас своим счастьем и удачей. Я желаю вам, дорогие мои, выигрывать. Я желаю вам, чтобы ваши семьи жили благополучно, чтобы у вас все было хорошо, чтобы все было хорошо и в моей семье. И, конечно же, в нашей любимой для многих команде московского «Спартака». И хотелось бы очередной раз золотых медалей! Знакомый теле, антураж, и вот уже включился свет. Я снова телеперсонаж, встречались с вами столько лет. На телебажней облаках спешу я к вам издалека, Как телемаг, как телепат, я проникаю в каждый дом. Пока горит телеэкран, я вас веду, как капитан, И управляю всей землей, как кораблем. Кому-то с детства я знаком, и отвечаю я за то, За то, что радость в каждый дом приносит русское лото. На телебажней облаках спешит он к вам издалека, Как телемаг, как телепат, он проникает в каждый дом. Пока горит телеэкран, вперед ведет нас капитан, И управляет всей землей, как кораблем. Друзья, это все мои ученики. Загадывайте желание, Михаил Борисович! Каналов и программ не счесть в разгаре выходного дня. Но у меня надежда есть, что зритель выберет меня. Над телебажней облака, спешит он к вам издалека, Как телемаг, как телепат, он проникает в каждый дом. Пока горит телеэкран, вперед ведет нас капитан, И управляет всей землей, как кораблем. Пока горит телеэкран, я вас веду, как капитан, И управляю всей землей, как кораблем. Друзья, за вашим желанием, Берите удачи, делитесь радостью, И пусть каждый ваш день будет праздником! А мы-то уж, мы-то уж вам в этом поможем, Потому что у нас Выградает!